Крыши текут, дома разваливаются, в подъездах плесень. Коммунальные службы выполнять свои обязанности не торопятся. На жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Страшно, красиво. Жители многоквартирного дома на северо-западной страдают от регулярных потопов и плесени. Ах, заваливать, вот штукатурка заваливает, я не знаю, это вообще страшно. А мы живем, как не знаю, на вокзале, не знаю, ну видите, какая здесь страсть. Дома-то ничего не входит, там плесень, везде, везде плесень. Сигнал о помощи. Жители многоэтажки жалуются на шумную стройку возле дома. Мешает шум, мешает стройка, мешает вот эта техника. Субботу работают, в воскресенье работают, с утра до вечера. Понимаете? И шум, шум, шум. Гам, мы уже устали. Жители дома на северо-западной уже много лет задыхаются от зловоний в подвале и страдают от протечки крыши. На пятом этаже царит вечная сырость и прописалась плесень. А ЖЭУ, в свою очередь, на помощь не спешит. А вот таких условиях антисанитарных мы живем. Плесень, сами видите, влага, сами видите, здесь дети также живут. Хочется человеческих, нормальных, как бы, проживать в условиях. Ну, у нас, я говорю, нарушены все нормативы. Потолок пятого этажа в плесени – эффектное гиспарине. Кто не из брезгливых, может даже экономить на воде и принимать душ. Это, конечно, нотка юмора. В таких нечеловеческих антисанитарных условиях не то, что жить. Временно находиться страшно. Кровля многоквартирного дома постоянно протекает. Износ крыши, по словам жителей, составляет 60%. Лазим сами на крышу по весне, осень. Сливаем сами с баклашек этих воду, потому что, ну, все равно не хватает. Там у нас вся крыша заставлена баклашками вот такими. Все сливаем, сами ходим. А заваливать вот штукатурка заваливает, я не знаю, это вообще страшно. А мы живем, как, не знаю, на вокзале, не знаю, ну, видите, какая здесь страсть. В дом это ничего не входит, и там плесень, везде, везде плесень. Обслуживающая организация ЖУ-6 осуществляет латочный ремонт кровли. Но он не помогает, вода все равно заливает квартиры и подъезды. Вот это твое, вот это ЖУ бы надо закатать, я думаю. Вот это все. Это куда-то здесь вода попадает, вот в эти трещины, и может течь. Кровля многоэтажки нуждается не просто в латочном, а капитальном ремонте. Он запланирован, но через 6 или даже 11 лет. Жителей такая далекая перспектива не устраивает. Они написали заявление о переносе сроков и даже подняли тариф за капитальный ремонт. Сейчас ждут новую дату. Коммунальные эксперты же советуют до старта капремонта добиваться от ЖУ качественных латочных работ. «Обязанность каким-то образом содержать и стараться нивелировать те негативные последствия, которые возникают от протечки крыши и от ее состояния такого близкого к аварийному с управляющей компанией тоже никто не снимает. То есть это не является каким-то фактором, полностью оправдывающим управляющую организацию, которая обслуживает этот многоквартирный дом. Что-то делать надо, совсем сидеть, бездействовать и отписываться. Вроде того, что там у нас будет капитальный ремонт когда-то, и мы по этому делать ничего не будем. Тоже, как показывает практика, ни инспекции, ни органы надзора, они таких ситуаций стараются не допускать, и это в любом случае будет объектом пристального внимания». «Вон там все стекает, вся эта жижа, все фекалии из подвала бегут в какую-то яму». А между тем, жители многострадального дома жалуются еще и на продукты жизнедеятельности в подвале, которые так и не откачали после того, как в Войлерной произошел порыв. «Варилька дать должное быстро приехала, но они приехали, они не могли устранить, поэтому это нужно было генерацию ждать. А вот они приехали, временную сделали, на следующий день приехали, не сделали. Я позвонила, заявку сделала, надо сушить подвал, надо машину вызывать, выкачивать фекалии все эти. Мне сказали, вы что, смеете, что ли, кто вам будет ее делать, вызывать, сама уйдет». Жители недовольны работой своей обслуживающей организацией «ЖУ-6». И уже направили жалобу в жилищную инспекцию края, администрацию Октябрьского района и прокуратуру. Будильник – то, что раздражает нас по утрам, но мы его можем хотя бы выключить и еще немного подремать. А вот у жильцов дома на Первой Западной такой опции нет. Будильник у них звенит с утра до вечера, 7 дней в неделю. Речь идет о шумной стройке, которая с осени этого года забрала покой у жильцов. «Мешает шум, мешает стройка, мешает вот эта техника. В субботу работают, в воскресенье работают с утра до вечера. Понимаете? И шум, шум, шум. Гам, мы уже устали». Рядом с домом на Первой Западной строят многоквартирный дом. Строительные работы стартовали осенью этого года. С этого времени жители забыли про здоровый и качественный сон. Строители трудятся от рассвета до заката. 7 дней в неделю. «Строители приходят к 8 и начинается это до 7 часов. В субботу до 7 часов они строят. До 7 часов вечера? До 7 вечера. Вчера пригнали, в субботу пригнали такую машину. Она копает, копает, копает. А шум, шум, шум». Работы продолжаются даже в обеденное время, с часу до 3 дня, когда жители по закону должны наслаждаться тишиной и покоем. «Нам мешает стройка, потому что выйти невозможно. Детских площадок нету, шум. И дом-то он трясется. Вот я живу на пятом этаже, мало ли что, мы не успеем просто сбежать». «Я живу на первом этаже. И вот это, понимаете, расстояние 10 метров от моего окна до забора. Невозможно находиться в помещении целый день. Потому что очень громкие звуки, когда пилили деревья, а пилили их, естественно, в выходной день, ну, чтобы не скучали жители. А виск пилы, это невероятно, был, конечно, выходной. Нервы уже на пределе. Помимо такой вот громкости звука, у меня просто трясется пол. Вот я стою на полу или хожу, он трясется подо мной». Юристы, в свою очередь, напоминают, что закон о тишине распространяется и на строительные компании. И если работы ведутся с часу до 3 дня, то налицо нарушение, с которым можно бороться. «Если строительные работы проводятся в неустановленное время, то, соответственно, жителям стоит обратиться в полицию. Участковый зафиксирует факты нарушения. И строительная организация в случае подтверждения данных фактов будет привлечена к ответственности за нарушение закона о тишине». Расстояние от дома до забора, за которым располагается стройка, всего 10 метров. Норматив, по словам жильцов, соблюден. Но жителям все равно непонятно, почему новый дом строят настолько близко. «Когда вот эти машины грузят, вот эти в арбатуру грузят в машины, чтобы на вывоз, и наш дом оседает, усадку дает. Я чувствую, я вот живу здесь на диване, вижу, что-нибудь делаю, и я чувствую, как у нас пол опускается вниз, дом опускается вниз». Юристы советуют жильцам заказать экспертизу, которая определит причину усадки дома. Если исследование подтвердит вину строительной компании, то тогда людям можно смело подавать в суд. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала «Толк», пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. С вами была программа «Коммунальный патруль». До встречи!